Если вам вдруг наскучило будничное течение вашей жизни или возникла необходимость в ежедневном драйве, а может быть впереди у вас какие-то кардинальные изменения, заведите себе обезьяну, а лучше несколько, как это сделали герои нашей сегодняшней программы Светлана и Владимир. В их доме скучно точно не бывает. Вот, кажется, я пришел. Ну пойдемте знакомиться. Здравствуйте, Светлана, Владимир. Я, честно говоря, ожидал увидеть одну, ну максимум двух обезьян, а тут целых четыре. Это вся ваша обезьянная семья? Да, надеемся, что вся. Это у нас Мутя, это у нас новичок Ева и это наши уже старожилы Семен и Маруська. Понятно. Очень, очень красивые и, ну они какие-то прям домашние. Честно говоря, я, заходя сюда, думал, ну сейчас тут будут джунгли какие-то, там с лианами, со всеми делами. А у вас такой обычный, хороший, милый дачный дом. Спасибо. Ну это стереотипы. Все нас спрашивают, где они качаются, на бюстрах, на шторах. Нет, им это не интересно. Они воспитанные ребятки у нас, они знают, что можно, что нельзя. Ну что, давайте тогда поближе познакомимся со всеми. Давайте. Только вы немножко не ожидали, что вы так рано. Мы сейчас переоденемся, чтобы они были нарядные, красивые, как положено, встречать гостей. Хорошо, конечно. Я как-то раньше даже не задумывался, что обезьян тоже переодевают к приходу гостей. Любопытно было бы посмотреть за этим процессом. Одежда у них больше, чем у нас. А сейчас на четверых и целая комната у них есть с одеждой. Вот, они любят наряжаться. У каждого свои есть любимые вещи, есть повседневные. Вот, и есть, конечно, нарядные вещи по праздникам. Больше всех из обезьянок любит менять наряды кокетливая Маша. Семен, как и полагается мужчине, стойко и покорно переносит переодевание. Семен готов. Вот такой он у нас. Сядь, Семушка, красавчик. Вот, сейчас девочки наведут симпатию и будут готовы встречать гостей. Ну вот, мы немножко переоделись, приняли приличный вид и теперь можем уже знакомиться. Да, отлично. Я, честно говоря, думал, что сейчас по нарядам будет понятно, кто где. Но пока только понимаю, что вот в розовом это девочка. Да, совершенно верно. В розовом это девочка, это бабушка, это наша Мотя. Она у нас самая взрослая. Мотя уже 20 лет. Для обезьян возраст весьма почтенный. По породе она также отличается от других питомцев Светланы. Сема, Маша и Ева – яванские макаки. Мотя же – медвежья, краснолицая, короткохвостая макака. Ева, да, самая молодая и мы говорим самая глупенькая. Она только еще приучается жить в компании, учится выстраивать отношения в семье, учится себя правильно вести. У них у всех разные характеры. Конечно. Разные привычки, разные предпочтения. Маша, она такая у нас очень девушка нежная, такая возвышенная. А вы можете с ней поближе познакомиться, пригласите ее на ручки, она с удовольствием к вам прибежит. Да? Хорошо как-то делается. Просто позовите Машу в гости. Я даже не успел ничего толком предложить. Есть в этом девичьем царстве свой вожак, любимец Светланы – Семен. Он первый появился в доме, исполнил детскую мечту хозяйки. За это и за идеальный характер нежно любим всеми домочадцами. Беспокоится он за всех. Он не сядет кушать, пока все девочки не усядутся. Он не ляжет спать, пока все девочки не займут свои места. Если кто-то уходит там, ну Машка вот бывает уходит с внуком гулять, он очень беспокоится, он ее ищет. В общем, ему надо, чтобы все были на месте, чтобы он полностью контролировал всю свою мини-стаю, так сказать. И не только девочек, еще и нас. Семен – настоящий книголюб. Готов разглядывать буквы и картинки часами. Книжкам отношения почтительная страница. Не пачкает и не рвет. Удивительные привычки. Когда он ест, он не любит пачкать руки. Он ест двумя пальчиками, очень аккуратно. Он очень аккуратно пьет из рюмочки. Он очень такой... Он не агрессивный. Он очень вдумчивый товарищ. Он любит телевизор, любит интересные программы, передачи про животных. С жилплощадью обезьянам повезло. Хозяйский дом просторный и светлый. Макакам выделена прекрасная комната. Вольер. Я понимаю, для четырех обезьян, наверное, действительно нужна отдельная комната. А, например, если одна обезьянка, можно обойтись без этого? Или это обязательное условие? Если ответственно подходить к этому вопросу, то, конечно, обязательно. Потому что, как у любого животного, у обезьяны должно быть личное пространство. Должно быть место, где она может отдохнуть, подремать, заняться своими делами, поухаживать за собой, помедитировать. Ну и, конечно, хозяевам просто необходимо периодически отдыхать от этого хлопотного семейства. Без присмотра обезьянок нельзя оставлять ни в коем случае. Не из вредности, а из-за природного любопытства. Эти непоседы просто разнесут весь дом. Впрочем, в вольере для них полно развлечений. Скучать не приходится. Даже телевизор индивидуальный повесили. Там есть где поиграть, чем поиграть. Вот они очень любят игрушки там. Вот мы по стенам развесили, чтобы привлечь внимание. Там они общаются, там они ухаживают за собой. Там у них такое тесное общение происходит. Вольер разделен на две комнаты. В одной живут Сема с Машей, в другой – самая старшая. Мотя воспитывает новенькую Еву. В каждой комнате обязательные гамаки и качели. Генетическая память просто требует постоянного качания. А вот у девочек нет окошечка. Не завидуют они соседям? Они завидовали бы, если бы девочки все время сидели там и никогда бы не попадали на окошечко. Но в течение дня мы их меняем иногда местами. То есть вот если, например, полдня они провели со мной в комнате, они все вместе там. Они сидят на диване, на стуле, смотрят в окошечко на кухне. У каждого в вольере свои любимые места. Мотя, как самая пожилая, любит вздремнуть после обеда в уютном гамаке. Для Маши сделали отдельную полочку, чтобы было удобно смотреть телевизор. А вот Семен обожает выглядывать что-то в окне. Семен, например, нам ясно показал, что ему не хватает полочки повыше на окне. И он нам начал это дело демонстрировать. Там у него стоит ящик с игрушками. Он вываливал игрушки, заволакивал ящик на подоконник, ставил его вот так вот ребром, усаживался сверху. И так несколько дней, и причем он разговаривает, он трещит, он показывает, он по ящику бьет рукой, дескать, обратите внимание, недоработочка тут у вас. И папа вот внял его мольбам, и ему сделали вот такую полку. Всем кажется, что обезьянки любят бананы. Это миф. На самом деле, все как у людей, свои вкусы и предпочтения. Мотя, например, как и полагается пожилой даме, по утрам ест кашу. Маша тоже любит кашу и пюре погуще. Причем ест все очень аккуратно, ловко пользуясь столовыми приборами. Удивительно, она умеет есть ложкой. Да, да. И Ева у нас сейчас учится, она успешно осваивает инструменты. Вот, прямо молодец такая. Ну, я так понимаю, у вас обезьяны-вегетарианцы, едят только фрукты, овощи? Нет. Обезьяны, на самом деле, они хищники, они с удовольствием кушают мясо. Но мы даем мясо один раз в день вечером, перед сном они кушают. Меню этих обезьянок не отличается от меню любого ребенка. Все самое свежее, полезное и вкусное. Им. Основа рациона все-таки это детские кашки, детские пюре, кисломолочная продукция, творожки, йогурты. И, конечно, фрукты, ягоды, овощи. Овощи как отварные, так и свежие. Пить обезьяны предпочитают из чашек. Причем у каждого посуда своего цвета, чужую даже не предлагать. А скажите, а получается вот сесть всей семьей за стол, я имею в виду и с людьми? Да, да, конечно. Все праздники мы отмечаем вместе, дни рождения, какие-то праздники, Новый год и так далее. Мы именно садимся всей семьей. Дети, снохи, мама, внук, гости, если присутствуют. У нас много очень фотографий, видео такого рода. Несмотря на смышленность и ум обезьян, приучить их к туалету, к сожалению, невозможно. Так что памперсы понадобятся буквально на всю их жизнь. Давай мне хвостик, ножку, все, вторую. Нет, это детские, ой, обычные детские памперсы, да, в которых мы предусмотрительно прорезаем дырочку для хвоста. Ежедневные гигиенические процедуры ничем не отличаются от человеческих. Умывание, чистка зубов, в летний период обязательный душ. Я, кстати, вот прошу прощения, хочу отметить, что здесь совершенно не пахнет обезьянами. Наши обезьяны, они моют попы. Вот каждое утро мы вот таким образом чистим зубы. Семен, открывай ротик, открывай. Он еще знает, вот. Он прекрасно знает, вот он открывает рот, он ждет, когда ему почистят зубки. Я просто смотрю сейчас, у меня сразу ассоциация с моим ребенком. Вот он так спокойно не сидит пока. Когда банный день, после помывки мы подстригаем коготочки, они знают, сидят, подают ножки. Потом я говорю, ложись, они ложатся так на бочок, на колени. И я очень аккуратно палочкой ватной вот этой вот чищу ушки. Болеют обезьяны теми же болезнями, что и люди. У Моти, например, недавно оперировали глаза. Что поделаешь, возраст. Вот я хочу спросить про здоровье вообще обезьян. Для тех, кто решился завести их, чего ждать? Чего угодно. Потому что обезьяны могут болеть такими же болезнями, как и люди болеют. Может вылезти все, что угодно. Это могут быть и зубы, и вот глаза, как показывает практика. Это может быть и онкология. Это могут быть всякие различные сопутствующие заболевания. Светлана – хозяйка очень ответственная. Раз в полгода своим подопечным делает УЗИ и сдает все анализы. Я смотрю на то, как у вас здесь живут обезьяны, и у меня какое-то желание появляется завести такую вот себе обезьянку. Правильно ли я сделаю? Или мне надо еще подумать 10 раз над этим? Надо бороться с таким желанием. Даже так? Отказать себе обязательно. Обязательно. Это шутка или нет? Нет, это не шутка. Решили завести обезьянку? Приготовьтесь. Придется поменять всю свою жизнь. Возможно, даже уйти с работы. Каждый такой питомец по уходу и вниманию равен двум маленьким детям. Надо понимать, что это не такой вот хороший маленький зверек. А это зверек с тяжелым характером, может быть. Они очень больно кусаются. Укусы их заживают очень долго. Они могут быть ревнивые, они могут быть нервные, они могут ненавидеть детей, чужих, какого-то одного члена семьи. То есть это постоянный-постоянный контроль и общение 24 часа в сутки. Впрочем, если вы так же беззаветно и отчаянно любите этих животных, как Светлана, то появление в вашем доме такого чуда – только вопрос времени. А вот если вернуться в прошлое, и вам бы предложили, Светлана, вот завести можно или попугайчика, или обезьяну, кого бы выбрать? Вы знаете, мне даже как-то недавно спросили, вот не хочешь ли еще какое-нибудь животное? Вот у тебя 4 обезьяны, вот ты бы кого-нибудь завела? Я говорю, нет, однозначно. Мне говорят, вообще, я говорю, ну если только обезьяна. Ну что же, кажется, я не нашел никаких противопоказаний для того, чтобы содержать этих милых животных в доме, особенно в загородном доме. Но все-таки, несмотря на весь позитив, радость и все эти веселые истории, стоит крепко задуматься над тем, чтобы заводить обезьяну. Ухода она требует, как видите, не меньше, чем малые дети. Вот только в отличие от них, они так и остаются малыми детьми. Субтитры подогнал «Симон»